И здесь все вместе мы можем сделать действительно яркое и радужное будущее Чернигова. Потому что первым этапом реализации этого проекта будет написание документа. Вторым этапом написание документа мы отводим сроки примерно ориентировочно до конца этого года. То есть до 31 декабря мы хотим собрать максимально возможное количество людей. То есть я надеюсь, это будут люди, которые пришли сюда здесь. Максимально возможное количество людей, которые свои идеи, свои предложения внесут в этот документ. Вместе с консультациями специалистов, которые мы будем активно приглашать. Мы будем проводить обучающие мероприятия для людей, чтобы каждый имел видение и понимание, как правильно делать эту работу. Реально ли это сделать? И каким Чернигов должен быть в будущем? То, что нам нужно заручиться вашей поддержкой и поддержкой всех жителей Чернигово. То есть опять же, как я уже говорил, это полномасштабная презентация. Мы хотим, чтобы об этом проекте знало как можно больше людей. Чтобы каждый желающий человек действительно мог чувствовать себя важным и значимым в этом городе. Я думаю, каждый здесь согласится, что всем было бы приятно, если бы его видение на проблематику города, его видение на развитие города было учтено. И когда мы будем идти и понимая, что Чернигов, вот именно этот участок в городе стал лучше, мы будем понимать, что лично мы приложили к этому усилия. И лично благодаря нашим действиям Чернигово действительно развивается. Далее будут создаваться после этих всех презентаций, для чего они нужны? Чтобы создавались рабочие группы. И вот все вместе объединявшись в такие подобные группы, действительно можно делать большие дела. Потому что здесь будет учитываться наше мнение, здесь будет учитываться мнение специалистов, и писаться именно те предложения, которые реально сделать в нашем городе, отталкиваясь от действующих бюджетов, отталкиваясь от действующих предложений, и отталкиваясь от того, насколько это все действительно возможно реализовать. И за последние 4 года по работе вспомнить вообще нечего. Вообще нечего. Помимо отдыха вспомнить нечего. За последние 2 месяца мы сделали фотосессию с Мишей, другие проекты. И поверьте, это те вещи, которые вы будете вспоминать в старости. Вот если вы вернули бы эту госзакупку и направили эти деньги на садик, вы проходили бы мимо этого садика и гордились бы этим. И вы бы гордились не зарплатой, которую вы получаете, вы не будете ее вспоминать в старости, а вы будете вспоминать, что вы когда-то помогли построить садик, или еще что-то такое хорошее сделать. У нас действительно развивается гражданское общество. И как раз такие встречи и такие инициативы, они ярко свидетельствуют о том, что у нас уже молодежь, прежде всего, она созрела для того, чтобы писать, ну пусть это сначала будет не стратегия, пусть это еще непонятно даже самим, что это в результате произойдет. Либо это будет мониторинг действий власти, либо это будет определенная лоббистская кампания каких-то проектов. То есть я услышала в ваших выступлениях, ребята, конгломерат, ну, либо это будет стратегия, возможно, это будет лоббирование каких-то интересных проектов, возможно, это будет мониторинг действий власти. Но в целом это говорит о чем? О том, что уже сегодня наша общественность, молодежь города Чернигово, не только молодежь, они уже понимают, что они могут влиять на власть, и это уже радует. Не треба давать хабарей. Мы сами начинаем с того, что не треба давать хабарей, а не брать хабарей. Потому что винен, на мою переконану, тот, кто даёт хабарей. Потому что он провокирует. Ну, это, как-то скажу, до темы, которая зачипалась тут. Поэтому не треба давать хабарей. Не треба переходить в улицу на червоне свитло при дитях при своих. И тягнуть его за руку через турники в том месте, где не можно переходить. Это усведомление, оно прийде разом с тем, когда мы донесемо до громади ту идею Чернигов через 50-100 лет. Это таке место, в каком? Давайте поставим эту мету, а тогда будем разом працювать уже над тим механизмом наповнення реального инструментария для досягнення цієї мети.